В зале ни одного свободного места. Желающих узнать о том, как трактуются модные тренды сезона, собралось более 500 человек. Энергичный, обаятельный, с чувством юмора. Стилист Александр Рогов откровенен с публикой в жизни, как и на экране. Прямо, но при этом тактично рассказывает об ошибках стиля лично каждое, кто его об этом потосит. Что пытаюсь я сделать? Я пытаюсь нашу страну научить в душ ходить, бошку мыть, чтобы от них потом не пахло, а во что они одеты, главное, чтобы было чистенько и аккуратненько. Я за простые истины. Вы всегда будете выглядеть дорого и хорошо, если на вас опрятная чистая одежда, если от вас хорошо и вкусно пахнет, если у вас чистые волосы и вы обладаете мозгом. Вот и все. Есть определенные стандарты, мы живем в обществе, есть определенные ожидания хотя бы какого-то визуального образа. Это реально важно. Даже несмотря на то, что, как вы говорите, многие сейчас этими правилами пренебрегают. Я этими правилами не пренебрегаю. Я считаю, что вы все можете делать, что хотите. Хотите, хоть в трусах в одних ходите по улице. Тут вопрос в том, что внутреннего дресс-кода никто не отменял. Есть офисный дресс-код. Это всегда классическая одежда без излишеств. Это всегда, если женщина в юбке, она обязательно должна быть в колготках. Это не оспаривается. Это может быть и занудно, но это факт. Я считаю, что из этого прыгивать не надо. Это, наоборот, многим людям, которые не понимают, как одеваться, помогает одеться правильно, грамотно и не выглядеть странно в офисной ситуации. Соответственно, правила, они в любом случае важны. Они помогают людей построить. Строить людей в офисе нужно. Это не веселая тусовка, где каждый кто во что горастет. Офис – это место, где люди работают. На работе отвлекать от работы нельзя. При этом есть еще правило адекватности. Если у вас работает неадекватный персонал, который не понимает, что на работу в офис не приходят в декольте, в коктейльном платье и не носят чулки на работу, то, наверное, с этим людьми нужно попрощаться. Не соответствуя такому внутреннему дресс-коду, в частности, говорит об образованности и о желании человека быть все-таки частью команды, а не выделяться из этой команды. Вот и все. Давайте все-таки учитывать, что, несмотря на то, что жестких дресс-кодов давно никто не прописывает, есть внутренний дресс-код, которому соответствовать должны и соответствует этому дресс-коду, показывает вашу образованность, уважение к тем людям, к которым вы сейчас пришли и так далее. Если вы идете на коктейльную вечеринку и планируете всех там удивить своей женственностью, конечно, платье. Но если вы идете куда-то, где брюки будут уместны, это собеседование, офис, ну, я не знаю, что-то такое, значит, возможно, при этом есть классные брюки с высокой талией, можно в эти брюки заправить красивую блузу. Ну, вариантов множество. Поэтому, конечно, в брюках тоже можно чувствовать себя и сексуальной, и привлекательной, и обворожительной, фееричной, волшебной, и умопомрачительной и так далее. Ну, я бы не стал говорить, что татуировки – это модно или это не модно, стильно – это не стильно. Татуировки – это твое самовыражение. На моем теле татуировок 20. Ни об одной из этих картинок я не жалею, потому что они были набиты в конкретный момент времени, по конкретному поводу. И даже если что-то из моих татуировок сейчас устарело, это не значит, что я буду этой татуировки стесняться. Вот и все. Поэтому взвесьте все за и против, решите, зачем вы это делаете, сколько вам лет, что вы не в 15 себе набили на, простите меня, на спине, надпись «Кис Маэс», а потом не знаете, что теперь делать на пляже, когда он 48, то, ну, простите, надо было думать. Поэтому давайте думать, давайте взвешивать. Возможно, я, кстати, в тату-салонах повесил бы запрет на то, чтобы набивали татуировки лица до 21 года. А почему нет? Ты реально в этом возрасте хотя бы более-менее осознаешь вообще, что ты делаешь. Я первую свою сделала в 25. Нормально, по-моему. Сейчас каждый модный бренд делает то, что он хочет. И если раньше модный показ – это было непременно начало с чего-то повседневного, переходило в вечернюю зону и заканчивалось выходом невесты, то сейчас, конечно же, этого уже давно нет. Показ может начинаться с вечернего платья, невесты там вообще может не быть. Или показ полностью собран из простых футболок и джинсовых шортов. Не важно, что сейчас модно. Мода сейчас делает все для того, чтобы своему клиенту, свою аудиторию продемонстрировать то, что вообще не надо думать ни о чем, кроме себя и своей уникальности. Если вы человек уникальный, с уникальным стилем, вы, наоборот, сделаете все для того, чтобы не в тренде быть, а чтобы быть собой. А из чего вы это сделали? У кого-то есть возможность только в секонд-хенд пойти или в магазин доступного сегмента, а кто-то оденется от люксовых брендов. Это не важно. Важно то, как вы оделись. И если сейчас просмотреть модные блоги, то, кого на улицах фотографируют, и проанализировать, что было 5 лет назад и сейчас. 5 лет назад на улицах снимали девушек, которые с ног до головы одеты в дизайнерскую одежду, желательно, чтобы это был тотал лук с показа, где ничего не изменено. Вот ровно как было, так она и вышла. То сейчас фотографируют тех людей, которые вообще одеты так, будто бы они модой не интересуются. Драные джинсы, какие-то футболки, все, не в попад, огромные какие-то кофты, 90-е, вот эти чокеры на шее. Все сейчас должно быть максимально легким, максимально простым и максимально уникальным. Вот если вы уникально выглядите, неважно, шляпа на вас, офисный костюм, туфли на каблуках, платье вечернее, возможно, со шлепанцами. Главное, чтобы вы могли это нести, и чтобы вы могли этот свой наряд преподнести с полной ответственностью.